Федеральная антимонопольная служба на этой неделе начала проверку трех авиакомпаний, летающих из Якутска в Москву. Внимание ФАС привлекло, привлек якобы имеющийся картельный сговор между перевозчиками. Ранее некоторые средства массовой информации обвинили авиакомпании в высоких ценах на авиабилеты. Мы постарались разобраться в этом вопросе. В первую очередь нужно понять, что все авиакомпании используют дифференцированную систему тарифов, и каждое пассажирское место имеет свою цену даже в эконом-классе. Сначала в продажу поступают билеты по самым низким ценам и далее по нарастающей. Чем меньше билетов остается на рейс, тем дороже они стоят. Так в одном ряду с соседями могут оказаться люди, купившие билет как за 7 тысяч, так и за 20. Сказывается на цене билета и пассажиропоток, который меняется каждый сезон. Стоит учитывать и то, на что уходят деньги, полученные от продажи билетов. Большую часть авиакомпании Якутия, как и другие перевозчики, расходуют на оплату работы контрагентов, в том числе услуги аэропортов. До 28% аэропортового расхода. Очень большая статья затрат топлива. Это 25-28%. Причем надо говорить о том, что стоимость топлива тоже очень разная на разных участках пути. Заправиться в аэропорту Якутск и заправиться в том же Сочи – это две большие разницы. Кроме того, для того, чтобы обеспечить полет, необходимы затраты аэронавигационного обеспечения. Вопросы, которые связаны с обслуживанием самолета, подготовкой самолета. То есть это лизинговые платежи. Подготовка самолета к полету, поддержание летной годности. В переводе на другой язык – это ремонт самолетов. Это тоже статья затрат, где-то до 15%. Довольно приличные затраты. Затраты, которые зависят от самой компании – это, в принципе, только заработная оплата, это только подготовка персонала, это очень маленькая статья, от 10% до 18%. Все остальное – это услуги сторонних организаций, которые мы закупаем. Вместе с тем авиакомпании терпят убытки. Только в прошлом году суммарно у всех российских авиаперевозчиков они составили 10 миллиардов рублей. Чтобы справиться с этой ситуацией, авиакомпаниям приходится менять тарифы в течение года. Компании в низкий сезон, в осенне-зимний период, летают себе в убыток, устанавливая тарифы ниже себестоимости, чтобы хоть какую-то получить выручку от пассажирских перевозок. А в высокий сезон, в пик отпусков, когда спрос на перевозки повышен, авиакомпании стараются, насколько это возможно, во-первых, перекрыть убытки прошлых периодов, ну а во-вторых, получить хоть какую-то премию. Единственный случай, когда компания не имеет права устанавливать свой ценник, это субсидированные билеты. У Якутии их количество в среднем составляет 30% на рейс, 50% приходится на ценовой диапазон от 10 до 20 тысяч рублей, около 20% в диапазоне до 40 тысяч и оставшаяся часть билеты бизнес-класса. Между тем, авиакомпания Якутия является стратегически важной для республики. Перевозчики из Центральной России могут уйти с маршрута в любой момент. Так, например, поступила авиакомпания Вимавия. Придя на якутский рынок осенью прошлого года, уже весной перевозчик покинул маршрут. При этом Вимавия получила от федеральных авиационных властей большое количество субсидированных маршрутов из Якутска в Москву. А когда уходила с рынка, отказалась их переуступить оставшимся компаниям. И если вдруг также поступят Аэрофлот и С-7, оставшиеся на маршруте, то Якутия сможет обеспечить стабильное воздушное сообщение. У нас были соседи, это Хабаровские авиалинии, это Дальавиа, это Благовещенские авиалинии, это Владивостокавиа, это Красавиа. Этих компаний нет. Сейчас туда, там выполняют полеты. Грубо говоря, это московские авиакомпании, это Аэрофлот, это в свое время Трансайро выполнял, Вимавиа. И на сегодняшний день на Дальнем Востоке, наверное, только выполняет авиакомпания «Аврора». Это внутри региональные рейсы. У нас, в отличие от них, мы все-таки авиацию свою сохранили, и у нас выполняет основную работу, выполняет авиакомпания «Якутия» и авиакомпания «Полярное веление». Сегодня авиакомпании «Якутия» удается выдерживать тарифную планку на уровне своих прямых конкурентов, а иногда и ниже. Может ли быть в этом картельный сговор, о котором говорят? Вряд ли. Ведь если бы он имел место быть, то из Якутска в Москву летали не три авиакомпании, а гораздо больше. Если бы существовала возможность чрезмерного обогащения, то на линию Москва-Якутия выходили бы другие авиаперевозчики. Потому что никаких ограничений для появления новых авиакомпаний на внутри России этих линий не существует.